приветствую вас дорогие друзья на моем канале сегодня хочу вас ознакомить с тестом нового мотора da95s на мотоцикле key cross и честно говоря изначально я сомневался что этот мотор будет достаточен для этого мотоцикла потому что мотоцикл весит 160 килограмм но смотрите этот тест и вы сами увидите что на самом деле происходит камеру gopro я включил немного позже на два километра поэтому отсчет всей записи я начал в 16 05 и использовал как вы видите показания bluetooth от системы bms контроля батареи плюс использование ноутбука софтвером для показа работы контроллера где можно смотреть как скорость обороты но важно обороты потому что скорость нужно было настраивать размером колеса это я не полностью хорошо настроил это видно разницу в 20 километров в час но обороты показывается от энкодера поэтому можно ориентироваться на них самое важное мне нужно было установить как будут будет вести себя температура нагрев мотора при максимальных скоростях и это как раз возможно было сделать софтвером на компьютере от windows это видно вверху температура контроллера температура мотора и вы видите тройную запись это с gopro вы видите дорогу поездку одновременно вы видите также что синхронизированы показания бмс то что слева и на самом мотоцикле и видите обороты которые соответствуют этой скорости gps как я сказал это мой первый тест и мне было интересно самому узнать как ведет себя этот маленький мотор потому что он всего лишь немного больше до 90s но меньше до 100 и поэтому для меня было интересно увидеть именно нагрев мотора на предельных его режимах хотя предельные режимы были ограничены 160 ампер по фазному току и это вы видите на черном дисплее ноутбука это с левой стороны посредине это фазные токи вот и они ограничены 160 амперами но это практически двойной ток от номинала и в течение 10 минут то есть 10 километров по скоростной дороге я ехал на полном газу это видно с правой стороны что верхнее число оборотов соответствует практически 6000 оборотов вот и они стоят на упоре практически всю дорогу на спусках скорость растет на подъемах скорость падает это вы видите с левой стороны по gps вот скорость доходит до 106 чуть больше километров в час вот и обороты при этом 5300 но средняя когда спуск заканчивается то скорость устанавливается примерно 100 километров в час по gps вот на подъемах скорость падает до 95 вот здесь очень холмистая местность поэтому поездка не совсем по ровной дороге вот и я ориентируюсь примерно на скорость для этого мотора с этим мотоциклом 160 килограмм 100 километров в час по gps дисплей показывает немножко больше но как положено у всех транспортных средств как вы видите токи которые потребляет мотор и контроллер вся система не выше 130 ампер с батареей то есть принципе очень щадящие токи и как я сказал фазные токи 160 ампер на самом деле токи можно увеличить потому что контроллер позволяет 275 ампер выдавать поэтому скорость тоже возрастет момент увеличится но при этом и нагрев мотора также увеличится поэтому здесь нужно относиться к этому очень творчески как вы видите газ полностью выкручен до отказа и температура плавно начинает расти и сейчас достигла более 60 градусов после пяти минут поездки на самых крутых подъемах скорость падала даже до 90 километров в час но все-таки для этого мотора и этого мотоцикла с таким весом и плюс еще мой вес это очень даже прилично тем более есть ограничение по фазному току как я сказал 160 ампер в горизонтальном мотоцикл сразу начинает набирать скорость и доходит практически до 100 километров в час после 7 минут поездки на и на полном газу как вы видите температура мотора доходит до 74 градусов вот и она плавно будет расти поэтому просто наблюдаем за этим как вы видите на спусках ток немного падает на подъемах ток растет на батарейный фазный держится примерно один и тот же 160 ампер как вы видите на девятой минуте поездки и полном газу температура мотора уже подходит к 80 градусов но как вы знаете что для нашего синхроника предельное значение температуры 180 это по защите лака поэтому это еще даже не половина той возможности который мотор может выдержать ограничение по току когда контроллер ограничивает отключает точнее мотор это 150 градусов вот уже после десятой минуты температура 82 градуса вот и практически скоростная дорога заканчивается вот и как вы видите расстояние возможное пройти на этой скорости с учетом того что уже пройдено практически 12 километров еще остается 125 километров то есть можно считать что на полном газу можно проехать 130 135 километров это реально с этим мотором поэтому тест меня полностью устроил мотор показал себя очень хорошо даже честно говоря я не ожидал от него этих результатов в итоге за всю поездку я проехал 30 километров но именно с записью 28 с половиной средняя скорость получилась 51 почти 52 километра в час и возможная дальность при таком режиме но это уже городской режим 212 километров плюс 30 километров то есть общее расстояние возможно которое пройти составляет 230 240 километров на этом городском режиме то есть примерно 60 километров в час но это вы увидите в дальнейшем видео которое также сохраняю сейчас смотрите во второй части поездку по городу и вы в итоге как вы можете видеть перепады на скоростной дороге доходят до 130 метров это очень солидно